Мы идем в пещеру, в которой Андрей Первозванный прожил около 20 лет. Это тот самый, которого Иисус первым позвал к себе в ученики. Это Румыния. А в древности Дакия, которую римляне завоевали и включили в состав своей империи. А сколько здесь ласточкиных гнезд? Да у них тут целая колония. И смотри, там прям птенчики маленькие. И не в форме. Румыния страна православная. И первым своим крестителем они считают как раз Андрея Первозванный. Как оказался в Дакии Андрей Первозванный? Как гласит библейское предание, после Вознесения Христа апостолам следовало разойтись по миру, чтобы нести его учение. Они бросили жеребий, кому куда идти. И вот Андрею досталось именно это направление. Ну и вот он как раз через Болгарию, Румынию и до России дошел. Отсюда и Андреевский флаг у нас появился. А как оказались в Румынии мы? Купили однодневную экскурсию из Варны по пути Святого Андрея. И поехали. А в Румынии сегодня, ой как интересно побывать. Даже если у вас нет шенгенской визы, но у вас есть штамп в паспорте о прибытии в Болгарию, вы можете находиться на территории Румынии целых три дня. И гости, которые арендуют наш апартамент, часто и с удовольствием ездят на однодневной экскурсии в Румынии. А что, очень удобно. Утром уехали, а вечером, получив массу впечатлений, уже в море купаются. Ну вот, пока мы вам все это рассказывали, уже и к самой пещере подошли. Ну, пещера природная здесь уже была небольшая, а Андрей ее своими руками углубил, расширил, и получилось вот такое жилище. А почему Андрей жил в пещере? В те времена, на территории Римской империи, христиан преследовали, тем более таких проповедников, как Андрей. Андрей, отец, приходит в Турцию, аж в зона Патрасу, где он мартинизал, пристегает в форме X. Вот как раз манах рассказывает, что жилии подвиги святого Андрея. Суббота, выходной, народу много сюда приехал. Конечно, для румын это как Иерусалим. В принципе, они так и называют местный Иерусалим, место поклонения. В начале прошлого столица, рядом с пещерой, построили монастыри. И сегодня монастырский ансамбль состоит из двух церквей и монашеских кирилей. Это новая церковь, построенная была уже в 2002 году. Здесь находится частичка мощей святого Андрея. Иерусалим. 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 Сегодня в монастыре 10 монахов, по здешним меркам это совсем не мало. А вот келья, в которых они живут. И все монахи молодые, очень общительные. Посмотри, монах прям позирует. Легко идут на контакт. Фото и видеосъемки и в храме, и в самой пещере не запрещены. И более того, монахи с удовольствием позируют, фотографируются, говорят на камеру. Пребывание в пещере оставляет очень сильные ощущения. Ты будто бы переносишься во времени на две тысячи лет назад и становишься одним из тех, кого Андрей наставлял в истинном христианстве. Очень советую всем побывать в этом священном месте. Тем более, это очень легко сделать, если вы отдыхаете в барме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...